16 февраля я переходила дорогу на улице Трощанцев на пешеходном переходе. Начав переходить дорогу на пешеходном переходе, я увидела, что едет в мою сторону автомобиль Дайонексия. И я захотела вернуться обратно, не успев, я подскользнулась. Затем был совершен на мою ногу наезд этим автомобилем. Потом сразу подбежали очевидцы, меня взяли на руку и посадили в автомобиль девушке. Затем, чтобы дожидаться скорой помощи, потому что было холодно на улице, я лежала на полу. Подскользнулась я на спину, то есть я не могла никак подсказываться на ногу и сделать себе перелом. На месте происшествия водитель пытался как-то отрицать свою вину? Нет, он давал показания и несколько раз произнес, что был совершен наезд. Он не отрицал свою вину, он говорил, что был совершен наезд, не успел остановиться, не справился с управлением. Позже в суде, да, он говорил, что он совершенно ни при чем, его автомобиль не касался меня вообще, и он не имеет никакой причастности к этому делу. Ну а вот сами судьи, то есть на сегодняшний день, как в суде ситуация развиваются? Было два слушания с судьей Костюк, она оправдала его, не увидев состава нарушения, как бы, и оправдала его. Мы с этим, естественно, были не согласны и подали жалобу в областной суд. Областной суд передал дело другой судье на рассмотрение, для дальнейшего рассмотрения этого дела. Он говорит так, то, что когда на место происшествия приехали сотрудники ГАИ, они записывали все, он говорил им совершенно другое, а они записывали другое. А когда ему сказали, прочитайте и распишитесь, он говорит, что был маленький фонарик, у него плохое зрение, он не разглядел, что там написано и подписался в состоянии стресса. То есть, в принципе, на улице было еще светло, да, на улице еще было светло, не было ни сумерков, ничего еще. Довольно-таки освещение было вполне нормально. Ну, возможно, в машине было темно, как бы, может, они позже, я уже уехала оттуда, они там еще остались. Но, опять же, ему не 15 лет, расписываться там, где он не видит, правильно, как бы он... Ну, я хочу подчеркнуть, то, что я была будто в обуви на плоской платформе, то есть не на каблуках там. Как вот пытались на суде, все время спрашивали, а может, он на каблуках был, там, вот, вернули ногу. Нет, я была на плоской, потому что буквально за два месяца до этого я родила маленького ребеночка, как бы, мне было неудобно ходить на каблуках. С переломами я начала пить антибиотики безбаливающие, я не могла кормить своего ребенка грудью. Соответственно, я его перевела на искусственную смесь. И с сегодняшнего дня, как бы, ему вот еще нет года, он ест искусственную смесь. Так какое-то молоком у меня уже было отравлено, можно сказать. То есть что вообще, если на сегодняшний момент вы хотите добиться вот от суда, от военцелина? Ну, в первую очередь, это справедливости, потому что если сегодня, как бы, его оставят безнаказанным, завтра еще кого-то, да, если бы я вот с коляской, например, была, да, я бы его на месте сгрызла, там, если бы там что-то с моим ребеночком произошло. Так бы, просто я, во-первых, хочу порядка на дороге, я хочу не бояться переходить дорогу с тем же, допустим, ребеночком. У меня после этого, скажу честно, осталась некая такая психологическая травма, потому что я все время обхожу, жду, чтобы за горизонтом вообще не было машины никакой, только потом перехожу дорогу. Я одна боюсь ходить с ребенком даже в поликлинику, потому что, как бы, там несколько раз мне надо переходить дорогу. Я вам честно говорю, на полном серьезе, как бы, ну, вот осталась вот эта психологическая травма. Я когда вижу много машин, у меня сразу темнеет в глазах, как бы, и думаю, так, держи себя в руках, то есть есть такое.